Друзья, всем привет! Канал Авиамания добрался до Царского Села. И сегодня мы хотим вам показать красоты Екатерининского парка с золотой осенью. Именно поэтому мы выжидали момент. Субтитры создавал DimaTorzok В столетний юбилей со дня рождения поэта в лицейском саду Царского Села заложили памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В народе его называют «бронзовый мечтатель». Перед нами Знаменская церковь. Что интересно, надпись на китайском присутствует, надпись на английском присутствует, на русском нет. А как понять, что это Знаменская церковь, если на русском языке тут ни одного ни слова? Ну, во-первых, должны знать и так, а во-вторых, мы немножко умеем читать по-английски. Музыка. 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 У самого входа в парк продаются билеты. 150 рублей стоит вход в парк. И совсем немножко не хватило нам для бесплатного посещения Екатерининского парка. С 20, если не ошибаюсь, 1 октября вход в парк без платья. Вместе с приобретенными билетами вы получаете вот такую вот подробную программку с картинками об объектах парка. Кроме того, на входе нас ждет карта, где указано, что в Екатерининском парке есть регулярный парк и пейзажный парк. Они отличаются, в них разные объекты. Ну и мы покажем вам большинство из них. Дубу, который находится за нашей спиной, наверное, более 100 лет. И чтобы он не разломался пополам, его стягивает вот такими вот металлическими хомутами. А за этим домом находится домик белочек. Ой, белочка, белочка. Ей желудок нужен. Алина, она тебя уже прям очень просила, чтобы ты дал ей что-то поесть. Ой, держите, желудок, я просто убегаю. Спасибо. А мы сейчас будем кормить белочку. У нее там очень много желудей. Ой. Как она красиво ест. Ой, белочка, как ты любишь орешки грызть. В первый раз вижу так близко, как она ест орехи. Знаешь, это самая залипательная история вообще, которую я видела. Здесь отдохнули даже лимуны, даже страусы отдохнули по сравнению с тем, какая она клевая и как она ест. Как она ко мне подойдет, интересно? Перелетит? Это белка летун? Я думаю, что ты ее одним орешком не удивишь. Ты смотри, сколько у нее тут уже орехов про запас. Она стесняется. Белочка. Знаешь, что я думаю, что в парке много белочек, более голодных, чем это, поэтому мы сохраняем желудь и идем гулять по парку. Друзья, за нами идут китайцы. Царское село китайцы очень любят, потому что они просто балдеют от янтаря. А так как в царском селе есть янтарная комната, они приходят туда медитировать. За нами идет толпа. Здесь куда ни посмотри, везде китайцы, братья-китайцы. А мы подошли к центральному входу в Екатерининский дворец. Смотрите, какая там очередь. Я думаю, с утра занимаешь туда попасть. Для того, чтобы не было недоразумений, чтобы люди не скандалили, здесь сразу указано, что время ожидания более двух часов. То есть, если вы хотите посетить Екатерининский дворец, готовьтесь стоять в очереди. Субтитры предоставлены в Екатерининский дворец. Их высочеств. А мы движемся мимо зеркальных прудов Камероновой галереи. Поговаривают, что по паркетным полам этого павильона ходила сама Екатерина II. Лена, ты хочешь попариться по-царски? Нет, я хочу прогуляться по комнатам отдыха, где гуляла Екатерина. А я бы не против сейчас попариться. Такая погода в Санкт-Петербурге осенняя, промозглая, холодная, что хочется в баньку. Вот сразу видно, что ты пессимиста. Я вижу прекрасную золотую осень, которая играет разными красками на деревьях парка. С лестницы Камероновой галереи хорошо видна часть пейзажного парка – павильон Адмиралтейства на фоне водной глади Большого пруда. Субтитры создавал DimaTorzok А мы дошли до бюста Гомера. И он отличается от остальных натертым носом. Напишите в комментариях, если вы знаете, что будет у меня, если я потрою мой нос. Вот это, я понимаю, осенняя композиция. Осенняя шляпка. Хочу такую же. А мы подошли к небольшому памятнику, который воздвигнут во царстве Александра II. И здесь мы видим всех полководцев того времени. Румянцев, Потемкин, Суворов, Безбородко. Все здесь сидят. Ну, а сверху Екатерина Великая. Не знаю, конечно, как кто, но лично я здесь в течение пяти лет, пока учился в царском селе, занимался спортом. Все занятия физкультуры проходили именно в этом парке. Ничего себе, тебе повезло. А меня заинтересовали вот эти вот композиции. Чем? Здесь везде овечки. Это точно что-то должно значить. Вот прямо везде? Вот да, вот если мы посмотрим на все вот эти украшения, здесь везде овечки. Почему овечки? Ну, потому что овца – это много шерсти. Много шерсти – это тепло. Кролик – это не только. Но вы поняли. Мы спустились вниз и идем вдоль пандуса Камероновой галереи. Обрати внимание, на сводах арок этого пандуса – изображение масок античных богов. Не все обращают внимание, а многие, кто и обращает, не понимают, что это такое. Вот и я не понимал, теперь понял. А я, наконец-то, нашла себе достойную шляпку. Как мне идет? По-осеннему. Будете в парке – обязательно смастерите себе такой головной убор. Мы идем по регулярному парку. Это абсолютно симметричный парк относительно Екатерининского дворца, который начал создаваться в 18 веке. Здесь есть верхняя ванна и нижняя ванна. Продолжай. Так вот, здесь симметрично все. Все. Даже вороны симметрично здесь поют. Смотри, как. Симметрично. Кто поспорит, вообще очень симметрично. Я хотела сказать, что когда мы пойдем прогуливаться по пейзажному парку, то вы почувствуете очень острый контраст между этими парками, потому что там в природу гармонично вписаны некоторые детали и объекты. А здесь парк выполнен специальным образом, но его просто ни с чем не перепутать. О, друзья, смотрите, что мы нашли. Королевская мыльня. Здесь мылись кавалеры. Кавалеры мылись, а потом шли к дамам. Я все правильно понял? Нет. Нет? Как? Что, не мытые кавалеры шли к дамам? Выключи камеру. Это придворная купальня 18 века. Архитектор этого строения Ниелов. Он выполнил не одно строение в этом парке. Не одну ванну построил. Есть для кавалеров, а есть другая еще мыльня в этом парке. Для дам? Для дам. Я знаю, что здесь у Екатерины Второй была отдельная какая-то мыльня. Там она к отдельной мыльне? Или помыться пойдем? Ты куда меня приглашаешь, я вот не понимаю. Сейчас расскажет стоимость мыльни. Если вы хотите помыться, сколько нужно заплатить? Если вы хотите помыться, то это бесценно, потому что здесь не моются. Это музей. Хочу сказать другое. На территории парка есть много объектов, в том числе и вот этот нижняя ванна. Вход оплачивается отдельно. То есть вы платите отдельно, но, кроме того, оплачивается он наличными. И если вы хотите приобрести аудиогид, то тогда вам нужно будет оставить залог, тоже наличными. Поэтому соберетесь приехать гулять в парк, обязательно возьмите с собой много кэша. Ты так и не сказала, сколько стоит. Вот я вижу 150 рублей на покупку кораблев. И аудиогид стоит 50 рублей, но вам нужно будет оставить залог. По-моему, 1000 рублей. Красиво, да, Алин? Чего? Красиво, я сейчас покажу, где. Где? Смотрите, между деревьями видны окна Екатерининского дворца, а в них мерцают огни. Постараемся приблизить. Там уже начинается подготовка к балу вечернему. Дамы приглашают кавалеров в белый танец. Та-дам! А можно я кого-нибудь другого приглашу? Та-дам! Та-дам! Кого-то другого пригласишь, здесь одни китайцы. В Санкт-Петербурге есть знаменитые пять углов. Так вот, я нашла в Екатерининском парке пять углов тоже. Смотрите, считаем. Один, два, три, четыре, пять. Кто найдет их в Екатерининском парке, поставьте лайк и напишите плюсик. Спешу тебя расстроить, Алин, это не пять углов, это пять тропинок. Представляешь, еще пару недель, и вот этой всей красоты не будет. Все листья опадут, и лес станет серым и невзрачным. Да, поэтому, когда вы нас спрашивали, ну когда же вы снимете царское село, мы как раз ждали вот этой золотой красивой осени. Потому что летом здесь, конечно, хорошо, но вот осенью самый сок. Очень жаль, что сегодня день не солнечный. Ну, я думаю, что хорошее настроение все исправит. Точно. Алина нашла домик для синички. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь находится павильон Эрмитаж. Это знаменитый объект Екатерининского парка. А примечателен он одной общеизвестной деталью. Именно здесь, в павильоне Эрмитаж, показывают, как происходила смена блюд во время императорского обеда. Через специальное отверстие под тарелками блюда уезжали вниз на кухню и потом возвращались уже новые блюда. Таким образом, четыре раза в день здесь можно посмотреть это удивительное действие. Кроме того, в павильоне показывают фильм, где рассказывают историю парка, как он изменялся с течением времени. В общем, вы хорошо проведете время, если посетите этот объект парка. Помыться в термах мы не смогли. И пообедать здесь у нас тоже вряд ли получится. Прощание с летом 2018. Паралистики все лягут на землю. Ну, если ты будешь по ним так лупить, то они точно скоро лягут на землю. Выходи с газона, а то сейчас охранник со свистком придет и будет тебе ай-яй-яй. Да тут свистят постоянно, друзья. Нельзя ходить по газонам. При нас китайцев гоняли, причем охранник говорит по-китайски. Он говорит всего лишь два слова. Свались в газон. Он говорит ай-яй-яй-яй-яй. Чего сразу? Убегаешь. Надо выучить, кстати, эти два слова. Надо спросить у него, что он говорит, и гонять китайцев по ветерам. А вдруг он матерные эти слова говорит? Не знаю, действует же они, убегают. Они аж подпрыгивают на месте. Продолжение следует... Предъявите документ. На территории, конечно же, есть туалеты. Они благоустроенные и платные, стоят 30 рублей. А мы идем с обратной стороны. Здесь есть проход? Есть. Есть. Да, мы идем. А мы идем в кафе, расположенное в старинной башне. Кстати, это еще один приятный момент Екатерининского парка. Здесь рестораны и кафе располагаются прямо в исторически значимых агурах. Предлагаю зайти внуки. Итак, внутри есть магазин, шофер, ну и, конечно же, необычные интерьеры башни. Нужно купить булочку. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас кофе нельзя попить? Можно только наверху, да? У нас с собой можно взять. Серьезно? Так много вкусного давно не виделось, что ли? Да. А почему заведение называется «Волконский»? Эта история достаточно длинная. В XIX веке был князь Волконский, как всем известно, и у него была в Петербурге пекарня. Французская имена. И наши организаторы, хозяева всего Волконского имена, французы из Парижа, и они решили, как бы, вроде как, продолжать эту традицию. И вот они открыли пекарня Волконский в Санкт-Петербурге, и в Киеве, еще в России, в нескольких городах, как продолжатели дела «Великого князя». Как интересно. А я еще заметила, что у вас очень много продукции миндальной. Да, это изюминга нашего заведения, миндальная выпечка. Я выбор для себя сделан, я буду пить кофе с ватрушкой. А я буду есть малиновые визы. 520 рублей. Кофе можно взять с собой, а можно попить здесь на месте. Мы немножко замерзли, решили согреться и побаловаться плюшками. Как Карлсон, прям, ну и теми. Очень вкусный бизе. Именно их мне не хватало для полного счастья. КОНЕЦ И магазин и кафе – это, можно сказать, единое целое. Но нам, например, внизу в магазине понравилось даже больше, потому что там меньше народу, там тише и приятно. Хотя это тоже очень симпатичное заведение. Здесь можно сходить в туалет, попить кофе. Ну, там тоже можно попить кофе. Решайте сами. В регулярном парке на северном берегу Большого пруда находится очень красивое здание – павильон «Грот». В XVIII веке гроты были обязательным сооружением в регулярных садах. Субтитры создавал DimaTorzok А мы с вами плавно переместились из регулярного в пейзажный парк. И за нашей спиной находится красное здание. Называется оно «Павильон Адмиралтейства». И глядя на те якоря у черно-белой двери, я понимаю, что это здание связано с мореходством каким-то образом. Раньше в башнях этого павильона хранились императорские лодки, а также здесь содержали птиц. Да-да-да, не простых птиц, а водоплавающих. Утка не даст нам соврать. Редких водоплавающих птиц. Что находится сейчас в павильоне Адмиралтейства, мы вам сейчас покажем. А вот они, редкие водоплавающие птицы. Селезни. Только они, наверное, не редкие. Тут их часто кормят, их много, и они очень жирные и ленивые. А чтобы найти повод показать вам ресторан изнутри, я предлагаю приобрести Глинтвейн, горячий Глинтвейн. Взять его с собой. Здесь он как раз продается. Заодно и показать вам ресторан. Всем интересны цены всегда в заведениях, тем более это царское село. Ну, давайте посмотрим. Салатики начинаются от 320 рублей. Африка. Ресторан в парке Адмиралтейства. Не туда вам показываю. Не знаю, при чем здесь Африка. Мы сюда не смотрим. Смотрим вот сюда. Итак, салатики начинаются 600, 450, 420. Ну, так. Блины с икрой 600 рублей. Ё-моё. Суп 520. Есть мы здесь не будем. Сколько же стоит Глинтвейн, интересно? А Глинтвейн бесценный. Пойдем посмотрим. Цена договорная. Заходи. Добрый. Говорит, приятная музыка. Это добрый знак. Друзья, мы не можем себе позволить сидеть в ресторане и пить Глинтвейн, когда на улице такая красотища и мы находимся в царском селе. Поэтому 250 рублей пластиковый стаканчик и мы выходим из ресторана Адмиралтейства. Сейчас я вам расскажу свои впечатления от Нафицка, а потом мы продолжим снимать парк. Итак. Ну, что я могу сказать? По твоему лицу же все впечатления мне понятны. Экскурсия обещает быть веселая. Я бы тоже с удовольствием поделился своими впечатлениями, но я сегодня за рулем. Вкусненький, сладенький, очень горячий Глинтвейн. Я чуть не обожглась. Ну и мы продолжаем. За моей спиной находится знаменитая Чесминская колонна, которая воздвигнута в честь победы русского флота над турками под Чесмой. Субтитры создавал DimaTorzok Екатерининский парк и павильон на Большом пруду, который называется Зал по острову, соединяет паромная переправа. В сезон здесь курсирует два нарядных парома. Один из них отправляется как раз от Адмиралтейства и за 11 минут неспешно привезет вас на остров. Сейчас уже октябрь, и паромы не ходят, к сожалению. Адмиралтейства В эти далекие исторические годы все любили очень мыться, потому тут на каждом шагу баня то русская, то турецкая. Прямо как сейчас, да? Русская баня и хамам. Но здесь немножко по-другому. За нашей спиной павильон, который называется Турецкая баня, воздвигнут он в память о череде русско-турецких войн. А рядом с ним находится самый патогеничный и романтичный мостик пейзажного парка. Это в мраморный мост. А ты знаешь, что это за пирамида за нашей спиной? Я думаю, это пирамида местного Тутунхамона. Нет, все гораздо проще. Туристы охотно делают фото. Это эффектное здание. Павильон называется пирамида. На самом деле, это пирамида-усыпальница императорских собачек. Да ладно? Да. Вот это времена были, когда с собаком строили пирамиды. Я понял, это Тутунхамонская собака. Справа от нас находится знаменитый мраморный мост, построенный на гранитном основании. От меня он находится слева. А от меня справа? Сверху его украшает колоннада. Вокруг два входа. И все это очарование расположено на лебяжьих прудах. То есть, по большому счету, это такое украшение парка, которое прекрасно в любое время года. Если сейчас ты не выключишь камеру и не сфотографируешь меня на фоне этого моста, я не буду с тобой разговаривать. Ближайшие пару часов точно. А с чего ты взяла, что это лебяжьи пруды? Вот я тут ни одного лебедя не увидел, одни селезни плавают. Они насмотрелись на таких туристов, как ты, лебеди, и превратились в селезни. Ну а вот это интересное строение с двумя красными башенками – это плотина «Красный каскад». Особенно выигрышно она смотрится в половодье. Ну, значит, пока я вытряхаю. Я вытягиваю камни из ботинок вместе с елочками. Хочу вам сказать, что за моей спиной идеальный кадр, когда сразу три достопримечательности видны. Это плотина, о которой мы только что говорили. Это турецкая баня, если вы видите что-то напоминающее мечеть на заднем плане. И это мраморный мост, около которого делают замечательные фотографии. Ну, а я уже вытряхнула камни, можно продолжать пить. И это вертолет, который мешает нам снимать. А это синица, которая в темном чулане хранится. В доме, который построил точно не джек. Собака охотится. Скорее всего, ловит мышей. Полевых. А может кротов, которые разрывают здесь кучки? А может и кротов. Мы регулярно видим такие кучки земли свежевзрытые. Нам кажется, это кроты. Не взрытые, а вырытые. А можно идти? Собачка на нас не будет охотиться? А вот это не факт. Слушай, если она сейчас не поймает мышек, то она может начать ловить людей. И заметь, у этой собачки намордника нету. Я даже хозяина не вижу подблизости. Ой. Ой, идет охота. Охота идет. Ой. Ну, не обходится у нас ни одно путешествие без залезания на какую-нибудь гору или достопримечательность. Не все знают, что это башня-руина, у которой есть слегка заметный подъем наверх. И сверху можно полюбоваться видами парка. Если нас сейчас не прогонят и не увезут в милицию, то мы поднимемся и покажем вам панораму парка. А мы идем наверх с самого красочного объекта парка. Ну, давай, как обычно, запивай. Здесь замечательная акустика внутри. Хочется спеть. Но не может. Почему? Не отказывай себе? Ну, естественно. В своих желаниях. Давай. И мы бежим, как будто от гепарда. Да заходи ты, будь как дома. Не стесняйся. Ну, как скажешь. Обожаю такие крепости. Такое эхо. Акустика. Почти как Бе. Бери. Что интересно, здесь бесплатные фото даже не так разно. Правда, если мы споем еще, то она должна прийти. Итак, что у нас здесь написано? Вот. Обожаю, посетители, соблюдайте осторожность, не подходите близко. Не садитесь, не облокачивайтесь на парапет и держите детей за руку на избежание травм. Опа. Не ударься. О-о-о-о. Мы на самом верху. Хочу сказать, что сюда китайцы не добрались. Поэтому это абсолютно безлюдный и очень красивый объект Екатерининского парка. Эту башню китайцы не завоевали. Ох, какой вид. Вид потрясающий. Какие краски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка Ты что гаппокат опряжешь? Давай четочку В термах были В бане были, в ресторане были На башню поднялись Куда мы дальше идем? Нужно найти девушку с кувшином Ну и еще пару интересных объектов этого парка И главное успеть все это сделать, пока не стемнело Музыка За моей спиной те самые Орловские ворота Вход в парк, которые были возведены в благодарности Екатерины II генералу Григорию Орлову за победу над чумой в 1771 году в столице нашей Родины Павильон-концертный зал Интересно, что в интерьерах этого павильона сохранилась римская мозаика А атмосфера здесь тишины, спокойствия и умиротворения Кстати говоря, вот там в кронах деревьев еле-еле видно строение, которое называется кухня-руина Я смотрю на этот концертный зал, Алин И понимаю, что народу на эти концерты приходило не очень много Маленький какой-то он Ну а как ты хотел, это же все-таки парк Екатерины II Этот зал был построен по приказу Екатерины II То есть зритель был в этом концертном зале один, Екатерина II Хоть это и неправильно, но я не могла отказать себе в этом удовольствии А кто сказал, что это неправильно? Осенью все так делают Я понимаю, конечно, Алин, что дворники тебе спасибо не скажут Но ты сильно листья не разбросала Я старалась Очень красивые скульптурные композиции в парке Обратите внимание, по центру этого балкона Маленькая скульптура ангела с натертой до блеска головой Мы его трем и надеемся, что у нас будет и счастье, и любовь, и все, что символизирует этот ангел А я вспоминаю стих На мосту стоит статуя, у статуи нету... Правильно, ты не порти мой рассказ, у статуи нету глаз Почему, интересно, вот этому ангелу натирают голову, а вот этому нет? Давай будем тереть, пока он не станет таким же золотым Ну и единственная скульптура, о которой нам есть что вам рассказать Это вот эта вот расположенная по центру статуя Венеры с Амуром А недалеко от памятника девушка с кувшином Есть вторая пристань, в которой отправляются нарядные паромы на остров к павильону зал по острову И именно с этой стороны его можно рассмотреть гораздо лучше А это знаменитый фонтан девушка с кувшином Изначально он стал известен благодаря тому, что девушка – это героиня басни Ля Фонтена Молочница или кувшин с молоком Но именно в нашей стране он более известен благодаря Александру Сергеевичу Пушкину Который назвал ее в своем стихотворении «Дева над вечной струей» Друзья, на этом наша серия закончилась Мы очень старались И если вы поставите нам лайк, отблагодарите нас Мы будем очень признательны На самом деле в Екатерининском парке остались еще объекты, которые не вошли в кадр Поэтому, чтобы увидеть все, приезжайте сами и посмотрите Ну а мы с вами прощаемся Не забудьте подписаться на канал Увидимся в следующих видео Жмите на колокольчик! Пока!